Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в ходе очередной торговой недели. Как и всегда, после выходных мы возвращаемся. Я очень надеюсь, что более-менее с нормальным настроением. К сожалению, о хорошем сейчас говорить не приходится, потому что доллар и, самое главное, Трамп не смогли оправдать наших ожиданий. В связи с этим, делая ставку на рост американца, сейчас становится несколько боязно, поскольку Трамп, который обещал очень много во время своей предвыборной кампании, до сих пор не может реализовать ни одну реформу. И самое интересное, возникают разногласия даже среди однопартийцев его. В частности, сегодня я предлагаю поговорить, безусловно, о голосовании, которое проходило в контексте законопроекта о здравоохранении, якобы который должен был прийти на смену Обама Кеа. Это событие номер один прошлой недели. Очень много о нем говорили, обсуждалось, и, в принципе, оно было довольно интересным, поскольку, помимо самого факта повышенного внимания, мы видели не, опять же, разбериху в факте самого голосования, когда его даже перенесли с четверга на пятницу. И, соответственно, еще больше усилили волатильность, которую мы наблюдали на рынке нервозной среди трейдеров. О долларе в связи с этим мы, конечно же, поговорим. Хочу напомнить то, что сегодня у нас будет с вами возможность еще раз встретиться. Это в ходе нашего вебинара в 16.30. Он традиционно пройдет, где мы еще раз разберем основные фундаментальные события прошлой недели. Посмотрим, что у нас на повестке этой пятидневки. Пятидневки недели обещают быть очень интересны, хотя бы потому, что мы, наконец-таки, выйдем на финишную прямую по поводу инициирования 50-й статьи. 29 марта уже, по сути, не за горами. Послезавтра, как было обещано, Тереза Мэй, она ведет в действие эту статью, что, в принципе, станет новым периодом в истории Англии, периодом автономии. Напоминаю то, что 50-я статья – это дорожная карта выхода английской экономики из состава Европейского Союза со всеми вытекающими отсюда последствиями. Собственно, на это событие мы с вами обратим и сегодня внимание, и завтра, и в среду, и, безусловно, будем, конечно же, ждать реализации хотя бы в отношении британца того самого вектора движения, который мы с вами прогнозируем. Давайте начнем с нефти. Здесь позитива хватает достаточно, хотя мы уже смирились с тем, что по этому инструменту мы точно находимся в верном направлении. И этот актив, скорее всего, будет и дальше снижаться. Клосс пятничной торговой сессии по совместительству всей недели – 51.11. Сейчас инструмент торгуется уже с понижением на азиатской торговой сессии, и мы видим котировки 50.50. То есть, полномерно приближаемся к нашей с вами долгожданной поддержке 50 долларов за баррель. В этот раз мы планируем все-таки закрепиться ниже. Мы продолжаем обсуждать эффективность сделки ОПЕК, хотя даже не обсуждать, а продолжаем снова и снова повторять то, что это соглашение на политические пакты неэффективны. И вот по прошествии уже трех месяцев его действия мы понимаем то, что проблема перенасыщения, перепроизводства мирового рынка углеводородами не решена. Это самый главный негативный фактор, который стал причиной того ослабления нефти, которое мы и увидели в последние недели. Но я уверен, что это еще не предел. В пятницу имели все основания, чтобы закрыть торговую сессию ниже, поскольку мы с вами ожидали, опять же, и отчет Бейкер Хьюз, практически не сомневались в том, что количество платформ снова вырастет. Вопрос был только один. Насколько? Мы хотели увидеть прирост не меньше, чем в 10 штук. По факту прирост плюс 21 штук. И фактически с 631 платформы у нас сейчас уже 652. Я думаю, что можно уже сказать, что за последний год количество платформ выросло уже больше, чем на 150%. И это еще не предел, потому что, судя по последним прогнозам и администрации энергетической информации, рост добычи будет продолжен даже в том случае, если цена на нефть снизится до 35-40 долларов за баррель. То есть сланцевый бизнес через те технологии, которые используются в США, уж точно рентабелен даже при таких низких котировках. Ну и уж разумеется, он рентабелен довольно даже, скажем, с высокой маржой, учитывая текущие цены на нефть, которые мы наблюдаем. Причина, по которой в пятницу мы все-таки закрылись с понижением, это комментарии, точнее даже статистика, о том, что Саудовская Аравия за последний месяц снизила объемы поставок в США примерно на 300 тысяч баррелей в сутки. Вроде бы как большая цифра, показательно, но после того, как участники рынка все-таки оценили экспортные поставки в другие регионы, в Азию, пришли к выводу о том, что в эти регионы поставки увеличились, поэтому у нас снова сработал эффект балансирующего состояния весов, и в конце концов этот фундамент позволил нам все же сфокусироваться на прежней медвежьей идее того, что рост добычи нефти в Штатах будет нейтрализовывать положительный эффект этой сделки ОПЕК. И, может быть, даже объективно говоря, в пятницу мы увидели снижение цен на нефть, точнее восстановление котировок черного золота, потому что трейдеры, которые полагали, что воскресная встреча представителей ОПЕК может быть довольно результативной для нефти, предпочли зафиксировать результаты коротких позиций, потому что в конечном счете, если бы в это воскресенье, в рамках встречи, где в ходе которой обсуждались, опять же, текущие показатели исполнения энергетического пакта, были бы какие-нибудь голословные заявления о том, что есть предпосроки дождаться продления этого соглашения до конца года, возможно, сегодня мы увидели бы совершенно другую динамику. Поэтому трейдеры, понимая, что события все-таки серьезные для рынка нефти, уже, имея хороший и солидный профит, стали фиксировать позиции, и отчасти это привело к восстановлению цен на нефть. Но, говоря про вот эту встречу, да, она прошла, в основном, скажем, слово держали представители ОПЕК, обсуждали, опять же, текущие показатели исполнения договоренностей, и единственное, что можно сказать по факту, как вывод, как основной тезис этой встречи, то, что регионам нужно соблюдать условия взятых на себя обязательств и дальше ограничивать производство, потому что, если они этого не сделают, рынок нефти продолжит захлебываться вот в этом предложении, что, в целом, окажет еще большее давление на нефть. Никаких фактических, скажем, действий, которые сейчас позволили бы быкам зацепиться за этот фундамент и, соответственно, покупать инструменты, никаких намеков на то, что может что-то измениться, не было. Значит, у нас сохраняется наша уверенность в том, что нефть будет снижаться, потому что в последующей, скажем, части оставшейся периоды первого полугодия 2017 года мы только будем с вами говорить о росте добычи в Штатах, о росте добычи в других регионах и отсутствии, вообще-то, оснований для продления условия энергетического бакта, потому что основные игроки уже неоднократно дали нам понять о своем скепсисе и о присутствующих рисках того, что есть регионы, которые выигрывают от этой сделки. И, опять же, та же самая Саудовская Аравия, возможно, из высокопарных, опять же, целей, хотела решить проблему и восстановить цены на нефть, а в итоге потеряла долю, и цены на нефть постепенно возвращаются к тем самым уровням, на которых мы наблюдали их до этого энергетического пакта. Для одних это провал для регионов ОПЕК, для других это просто подарок, который был сделан. И, конечно же, под другими я подразумеваю и имею в виду Соединенные Штаты Америки. По нефти давайте снижаться дальше, нам нужно закрепиться ниже полтинника, чтобы пойти гораздо глубже. Я думаю, как только это произойдет, наша следующая цель по бренду будет 45 долларов за баррель. Рубль 57.05 сейчас котировки. Мы еще в конце прошлой недели с вами остановились на том, что хотим видеть пару повыше, но, скорее всего, для того, чтобы произошел этот толчок импульса, нужно, чтобы котировки нефти оказались ниже психологической планки 50. Поэтому давайте ждать пробой этого уровня и ждать прежней девальвации, которая неизбежна. Я не вижу вообще оснований для того, чтобы рубль крепчал. Это какой-то нонсенс сейчас. И, конечно же, всему приходит конец. В данном случае этой позитивной динамике тоже должен прийти не хэппи-энд, но, во всяком случае, логическое окончание вот этого необоснованного восстановления. Доллар японская иена. Вот здесь, говоря про эту пару, мы, конечно же, подразумеваем и имеем в виду то, что происходит с долларом. Очень мы надеялись на то, что прошлая неделя, которая была интересна для всех участников рынка, исходя из голосования по поводу законопроекта здравоохранения, будет судьбоносной для этого инструмента, потому что через эту реформу планировалось, Трамп наконец-таки начнет действовать. И мы с вами сразу расценивали этот новостной фон в качестве двух, с точки зрения двух сценариев. То есть были опасения того, что, скажем, предпосылки для этих опасений, потому что во вторник в ходе такой негласной беседы Трампа и представителей Конгресса, Верховной Палаты, собственно, республиканцы-консерваторы, обозначимых так, как дали понять то, что у них достаточно мощная сила, опять же, достаточно голосов, чтобы заблокировать этот проект, как не совсем эффективный, чтобы менять в корне систему Обама-Киа. И после этого рынок стал, безусловно, спекулировать на этом, потому что все прекрасно понимали то, что если будет заторможена в Конгрессе, остановлена реформа здравоохранения, то, соответственно, по принципу цепной реакции также позади останутся и более важные реформы для нас, как для покупателей доллара, и уж тем более для американской экономики. Это реформы стимулирующего характера. И буквально в четверг мы ждали, что голосование в Конгрессе пройдет. В четверг стало известно то, что это голосование было перенесено на пятницу. Мы тоже, в принципе, смирились с этим фактом и ждали поддержки этого доллара, ну, хотя бы в пятницу. И вы помните то, что когда мы обсуждали этот новостной фон, я дал понять то, что если Трампу не удастся протащить этот законопроект, не удастся добиться его принятия, это нанесет просто сокрушительный удар по его репутации, как по деятельному лидеру, и может заставить усомниться, подорвать уверенность электората, избирателей и бизнеса, что он вообще на что-то способен. В данном случае мы сейчас уже вынуждены констатировать тот факт, что самый негативный сценарий реализовался. Трамп не смог протащить эту реформу, и в связи с этим к Трампу очень много вопросов. Почему? Почему до сих пор мы не дождались ни одной реформы? Чего он ждет? Неужели он сам не понимает то, что настроения могут очень быстро испортиться в его адрес? И, может быть, он в принципе не в состоянии реформировать экономику в соответствии с тем ключом, который был им обозначен? Может быть, переоценил свои шансы? Сейчас, друзья, очень большой вопрос, что будет с долларом дальше, потому что мы понимаем то, что американская валюта – это основной триггер рынка. То, что евро растет, и кто-то пытается оправдать этот рост хорошей статистики, это неправильно. Евро растет только потому, что доллар падает, потому что снижается доходность трежерис, которая выравнивает, стабилизирует спред доходностью между немецкими облигациями и американскими. Это единственная причина, ну, в целом, корневая причина системная для укрепления позиции главного валютного риска. По доллару я рекомендовал покупать доллар-японскую иену с отметки 111. Но то, что мы в качестве решения получили в пятницу, тот факт, что законопроект был отменен, и эта реформа провалилась, заставляет сейчас краткосрочно, это ключевое слово, пересмотреть наши ориентиры. Если вы находитесь сейчас в длинной сделке краткосрочно с отметки 111, я все-таки, даже несмотря на текущие потери по этому ордеру, считаю, что будет логично зафиксировать этот убыток и либо остаться в стороне, либо уже поставить на дальнейшее ослабление американцев, потому что мы вот-вот пробьем поддержку 110. Долгосрочно. Но здесь, как говорится, метаться не нужно, потому что в целом тот подход, который настроен на жесткую монетарную политику, он сохраняется. И прежде чем мы дождемся, скажем, очень важной торговой сессии, которая запланирована не на этой неделе, а позже, когда Non-Farm Parals, важная статистика, потом снова комментарии представителей ФРС пройдет не один день. И вот как раз вот этот период ожидания до мощного фундамента, который может оказать поддержку доллара, может быть даже целесообразно поспекулировать на слабости американца. А вот что касается, опять же, тех факторов, которые долгосрочно должны поддерживать идею, ну, у нас статистика по-прежнему очень хорошая. Заказан товарительного пользования 0,5 с 0,2, это без учета транспортных расходов более объективные и взвешенные цифры. Да, для Вильямса на прошлой неделе в пятницу отметили то, что за повышение процентной ставки, потому что экономика готова к этому, и по их мнению солидарная позиция, то, что сам режим нужно ужесточать, потому что в конечном счете это может вывести за пределы цели показатель по инфляции. И я думаю, то, что последующие макроэкономические отчеты, они также будут создавать только больше условий для позитива, для доллара. Но доллар пока не получит какого-то подтверждения со стороны Трампа о том, что он готов действовать. Я думаю, что вряд ли это случится на этой неделе. К сожалению, не сможет обрести поддержку и убедить сам себя в том, что он может котироваться повыше. Поэтому, друзья, даже несмотря на тот ордер, который мы провели с вами под конец прошлой недели, сделку, я считаю, что каткосрочно мы все-таки можем вернуться даже к короткой позиции по паре доллар-японской. Это мое субъективное мнение. Уверен в том, что у каждого из вас есть своя, скажем, позиция и своя оценка текущей ситуации. Но в любом случае, моя рекомендация сейчас каткосрочно, даже все равно лучше поспекулировать на слабости доллара. Что касается европейской валюты, ну, в целом мы здесь уже проговорили, то, что истинная причина – это американец до тех пор, пока доллар не возьмет ситуацию под контроль. Сначала ситуацию под контроль нужно взять Трампу. Интерес к риску, в данном случае, евро будет присутствовать. Но в отношении евро я не могу себе, даже с учетом того, что сейчас происходит, отказаться от короткой позиции, потому что я вижу очень много негатива. Это выборы во Франции, выборы в Германии. Это очень шаткий показатель стабильности в Италии. Это и Brexit, который непременно повлияет и на европейскую валюту тоже. И, соответственно, неопределенность, которая присутствует в рамках того, что будет происходить с американской монетарной политикой. Поэтому по евро я, несмотря на то, что ордер уже очень в целом евро-доллар высоко забрался, я не могу позволить себе купить этот актив. И считаю то, что мы по-прежнему можем с большей вероятностью сохранять медвежье позиционирование. Фунт против доллара. А сейчас котировки у нас 1.2526. Момент Х уже наступит послезавтра. Это, собственно, инициирование 50-й статьи Лиссабонского договора. Как я уже неоднократно говорил, очень трудно сейчас оценить то, что может произойти с пунктом дальше. Но еще раз повторяю, то, что фундаментальная оценка, она больше сопряжена с рисками. И даже несмотря на то, что сейчас мы видим рост этой валюты, я все равно сохраняю свою короткую позицию, потому что уверен, что по факту ввода и принятия этой статьи фунт столкнется с серьезными распродажами. Потому что это и будет тот самый отправной момент разговоров о всех негативных последствиях, с которыми может столкнуться английская экономика. А если еще и мы получим негативные комментарии, связанные с последствиями выхода, ну то есть конкретику по доступу к европейскому рынку и так далее, то это снижение может быть еще более значительным. USDCAD. В пятницу у нас вышли данные по инфляции. Снижение как в месячном, так и в годовом выражении 0,2. В месячном с 0,9 в годовом с 2,1 мы снизились до планки в 2%. Это сигнал мягкий для канадца, поскольку низкая инфляция, ну хотя она не такая уж и низкая, но все равно есть тенденция к дальнейшему снижению. Указывает на то, что канадский регулятор может рассмотреть возможности снова хотя бы заговорить о более мягкой экономической политике. В данном случае я предлагаю дождаться следующего заседания Банка Канады, дождаться сопроводительного заявления и послушать, опять же, есть ли риски для национальной экономики канадской в виде недостаточно высоких показателей инфляции. Я думаю, что эти риски есть, и эти риски могут стать системным фактором ослабления канадца. Поэтому по USDCAD, даже несмотря на слабость доллара, я все-таки считаю то, что здесь более, скажем, превалирующим фундаментом будет тот, который стоит за канадцем. А канадская валюта у нас ведется на слабую нефть, которая сейчас очень слаба, и ведется на такие комментарии со стороны регулятора, как я отметил. Поэтому USDCAD, как и раньше, наша с вами цель 1.35. Австралийцы и новозеландецы, в принципе, у нас снижаются, поэтому сейчас я предлагаю не тратить на них время. Из других валютных пар USDCAD на отметке 0.9076 тоже в момент X, потому что мы находимся в одном шаге от важной поддержки. Если вы посмотрите на дневках, вы увидите ее. Надеюсь, что те обещанные действия Национального банка Швейцарии о вмешательстве в текущую ситуацию, чтобы оказать влияние на курсы франка через интервенции, либо хотя бы мягкие заявления, будут осуществлены как раз вот сейчас. Золото – 1256 долларов за тройскую унцию. Соответственно, без слабого, точнее, без сильного доллара мы не можем пока говорить о коррекции этого актива. Американский фондовый рынок также столкнулся с распродажами по факту разочарования от отсутствия деятельности Трампа. 2327 пунктов сейчас индекса. Но списывается счетов, его ни в коем случае не нужно, потому что Трамп, он хоть и бездействует, но в любой момент может изменить ситуацию. Пока что это не происходит. Но я уверен, что американский фондовый рынок все-таки еще покажет свой характер и заберется к более высоким ценовым значениям. Завтра я предлагаю несколько минут уделить, скажем, биткоинам. Я знаю, что в комментариях было очень много вопросов по поводу перспектив этого инструмента. Обязуюсь подготовить несколько фундаментальных, опять же, аргументов в пользу той или иной идеи. Поэтому тем, кому это будет интересно, вот вам еще один, скажем, повод посмотреть завтрашний брифинг. Друзья, собственно, на этом все. Немножко мы затянули сегодня. Надеюсь, та информация, которую я озвучил, была вам полезна. Надеюсь, что вы, как и я, знаете, что терпение вознаграждается. То, что мы неоднократно оказывались в таких ситуациях, как сейчас, но все равно в конечном счете долгосрочно картина выправлялась. Поэтому и сейчас нам остается ждать. Спасибо, что хотя бы нефть корректируется. Собственно, на этом все. Хорошей вам торговой сессии. Как и всегда, не забывайте то, что первое правило – это контроль рисков. Особенно в условиях такого волатильного рынка, как сейчас. Увидимся сегодня в 16.30 на вебинаре. Кому будет интересно, у кого есть возможность, с огромным удовольствием вас всех приглашаю, собственно, на этот вебинар. На этом все. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова